Мы немножечко посмотрим на то, какие же книги у нас относятся к Новому Завету. Новый Завет – это общее такое название, такой раздел, скажем так, а в него входит очень много других книг. Ну, я думаю, что первые четыре книги всем вам известны, потому что вы слышали, скорее всего, такое слово «Евангелие». Слышал кто-то такое слово «Евангелие» и знает ли, что оно обозначает? Напишите в чате, пожалуйста. Слово «Евангелие». Думаю, наверное, даже вы знаете, что этих «Евангелий» четыре у нас, да, и у каждого «Евангелия» есть свой автор. Знает кто-то про «Евангелие» что-нибудь? Можете написать. Можно написать в чат. Или плюсик поставить, если вы знаете, чтобы быстрее было. Четыре «Евангелия» от «Матфея», «Марка», «Луки» и «Иоанна». Это четыре священные книги, которые нам рассказывают... Отлично! Знаете вы «Евангелие»? Прекрасно! Да. Это четыре священные книги. С них начинается Новый Завет. И именно в них рассказывается о Рождестве Иисуса Христа, о Его жизни на земле и о Его, в итоге, смерти, распятии, воскресении чудесном и вознесении на небеса. Следующая книга – это как раз-таки наша с вами книга «Деяния апостолов». То есть после того, как Господь вознесся, Он пообещал своим ученикам, что пошлет Господь Бог им, Святого Духа Утешителя. И Он будет их наставлять, и они смогут проповедовать. Они продолжат дело Иисуса Христа. Господь вознесся на небеса, но Он невидимо пребывает со своими апостолами, и они будут продолжать Его дело, дело проповеди христианства. Далее у нас идут, посмотрите, такие голубенькие книжечки, они подписаны «соборные». Это послания соборные апостолов, учеников Христа. Да, апостолы – это слово греческое «апостолос». Ну, если прямо дословно, то «посланный», посланный человек куда-то. Это те, кого Господь послал, Его ученики. И у нас этих соборных посланий, посчитайте, посмотрите внимательно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Соборные послания апостолов. Единственное, вот они все идут в таком порядке, только я забыла написать послание Якова, оно идет чуть-чуть раньше, оно сразу после «Деяния апостолов» идет. А потом все остальные вот по такому же принципу. И отдельно, посмотрите, на следующей полочке у нас стоит еще больше посланий, если мы их сосчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да, вроде бы я не ошиблась. Эти послания одного апостола. То есть, если до этого у нас были послания разных апостолов, вы видите имена, да, Петра, Иоанна, Иуды, Иакова, то эти все послания одного апостола, апостола Павла. Мы про него сегодня тоже поговорим. И последняя книжечка на полочке – это «Откровение». «Откровение» книга или «Апокалипсис». Я сегодня вам немножко о ней уже рассказала. Это книга о конце мира. А в посланиях и соборных, и посланиях апостола Павла апостолы обращаются к христианам. То есть, люди до этого в Иисуса не верили. И вот они поверили в Иисуса Христа и стали христианами. Но они совершенно не знают, как жить по-христиански, потому что многие из них, они были язычники. Они верили, что вот стоят истуканы каменные или деревянные, или статую какие-то. Они им поклонялись и думали, что от этих истуканов зависит их жизнь, этих людей. Они приносили им жертвы. А тут они узнали о чуде, которое произошло, что есть один Бог, живой Бог, и что Мессия Иисус Христос, есть Святая Троица, Мессия Иисус Христос пришел в мир, чтобы нас спасать. И люди, поверив в это, видя чудеса, которые происходили, Господь коснулся благодатью их сердец, они решили верить во Христа. Но как в Него верить, они не знают, потому что они были в большинстве случаев язычниками. Но и, конечно же, были и до этого еще иудеи. Иудеями. То есть они уже верили в Бога Единого, но во Христа они еще до этого не верили. И они тоже не знали, что, как, почему. И вот апостолы их учили, как теперь верить в Бога, как жить, что делать, как они, можно сказать, созидали, создавали, основывали вот эту новую церковь, глава которой Иисус Христос. И вот именно в этих посланиях и книге Деяний мы очень много можем об этом узнать. Как нам, как им быть христианами? Ну, это же и к нам послание. Это не говорит, что если апостол Павел писал каким-то там галатам, мы не знаем даже этих галат, или к какому-то Тимофею неизвестному. Но на самом деле все, что сказано в этих посланиях, относится и к нам, потому что мы тоже христиане. И все эти послания, они к нам вот уже две тысячи лет практически имеют отношение. Поэтому нам очень важно с ними познакомиться, прочитать и узнать. И вот мы с вами начнем с книги Деяний.